Друзья, всем привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Сегодня готовлю, ну очень вкусную, ароматную курочку с хрустящей корочкой в духовке. Смело могу сказать, это один из самых лучших рецептов приготовления курицы в духовке. Итак, что нам для этого понадобится? Естественно, куриное мясо, 1 килограмм 100 граммов. У меня это верхняя часть от окорочка с косточкой, косточку удалять я не буду. На мой взгляд, эта часть курицы самая лучшая для этого рецепта, но также можете брать и куриную грудку, если хотите. Также понадобится 2 небольших яйца или одно большое, 2 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка с горкой муки, соль и черный перец. Нам понадобится как для кляра, так и для панировочной смеси. Для панировочной смеси я буду брать примерно пол чайной ложки соли и неполная чайная ложка черного перца, но это можно брать по вкусу. Цедра 1 лимона, я ее очень мелко измельчила. 2 зубчика чеснока, примерно 14 листиков базилика, 50 граммов тертого сыра пармезан, 120 граммов хлебных крошек. У меня они готовые, как панировочная смесь, но если у вас нет готовых, можете приготовить их сами из хлебных сухарей. Также нам понадобится соль и черный перец, если нужно. Так, давайте приступим. Нам понадобится блендер или какой-то измельчитель. В чашу блендера отправляю раздавленный ножом чеснок, листики базилика, лимонную цедру, соль и черный перец, хлебные крошки и сыр пармезан. Пропульсирую смесь в блендере до тех пор, пока базилик полностью не перемешается с остальными ингредиентами. Высыпаю смесь на плоское блюдо, плоскую тарелку. В пакет с замком высыпаю муку, а также добавлю соль и черный перец по вкусу. Пакет с замком я буду использовать для панирования куриного мяса в муке. Это легче всего, потому что не нужно каждый кусочек обмакивать в мучную смесь. Мне так очень нравится, очень удобно. Смесь сначала, естественно, перемешаю, чтобы соль и перец и мука равномерно распределились. И теперь отправляю в этот пакет куриное мясо. Сразу все. Пакет закрываю. И встряхиваю. Встряхиваю до тех пор, пока мука полностью не покроет куриное мясо. Это займет примерно 20 секунд. Далее в глубокую миску добавляю яйца, а также соль и черный перец, совсем чуть-чуть. Яйца взбиваю венчиком, чтобы белки и желтки перемешались. Долго взбивать не нужно. Буквально 10-15 секунд. Теперь очень важный трюк. Форму для запекания я смазываю растительным маслом, распределяю его по поверхности. Духовку я нагрела до 200 градусов Цельсия и отправляю туда эту форму на 5 минут, чтобы она нагрелась. Таким образом мясо не будет впитывать много масла. И теперь форма наша нагрелась. И очень быстро каждый кусочек мяса я обваляю в яичной смеси. Обмакиваю в яичную смесь. А затем обваляю в панировочной смеси. Перекладываю куриное мясо в форму для запекания. И эту процедуру снова повторяю со всеми куриными кусочками. Духовка у меня по-прежнему нагрета до 200 градусов. Буду запекать курочку примерно 50 минут. Если используете куриную грудку, это займет примерно 20-25 минут, не больше. Итак, наша ароматная курочка с хрустящей курочкой готова. А сейчас я вам покажу, как она выглядит в разрезе. Давайте разрежем и посмотрим. Корочка очень хрустящая. И вы видите, сколько уже выделяется сока. Я немножко неудачно разрезала, потому что там косточка. Но я надеюсь, что вам видно, насколько сочное куриное мясо получилось. Очень вкусная, ароматная корочка. Жаль, что экран монитора не может передать вам этих всех ароматов, которые витают у меня на кухне. Обязательно попробуйте этот рецепт. Ну, очень вкусно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Ну, а я желаю вам приятного аппетита и хорошего летнего настроения. До новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok